И здравствуйте дорогие друзья и добро пожаловать на финальный этап нашего челленджа из грязных князей, которые никто не смотрит. Ну и в принципе у нас заезд 21 ЕС Мари на Абудабе. В принципе чемпионство мое решено, то есть Льюиса Хэмилтона, чемпионство Мерседеса тоже решено, так что эта гонка пройдет просто на расслабоне. Трасса длиной 5554 метра имеет 21 поворот, 2 зоны ДРС и 2 зоны детекции под каждую из зон ДРС, так что тут если ты обгоняешь на первой зоне ДРС пилота, то не факт, что ты удержишь позицию на второй зоне ДРС, так что они будут решать очень сильно в этой гонке. И надо будет как-то строить стратегию под то, чтобы обгонять именно на второй зоне ДРС и как-то пытаться оторваться за весь третий сектор. В принципе мы видим на поле Вальтери Боттеса, это наш напарник по команде, кто не знал. И в принципе если он на поле, значит Мерседес тут очень-очень быстро. Рассел, который снова опередил напарника, в принципе ничего удивительного. Ну и я, который стартует 20-й, да. Короче, давайте посмотрим на полную стартовую решетку, где у нас на поле, как я и говорил, стартует Вальтери Боттеса, дальше у нас Себастьян Феттель, кстати, достаточно большой разрыв между ними. Дальше у нас стартует Шарль Леклер, Макс Верстаппен, Алекс Албан, Серхио Перес, 2 Макларена Карла Сайнца и Нан Долорис, Ника Хюльтенберг и Кевин Магнусен замкает топ-десятку. Ну в принципе ничего удивительного тут нету, все так же Мерседес, Феррари, Рэдбул, Рейсинг Пойнт, Макларен, ну и кто-то из Хасов, Альфа Ромео, может быть иногда Тора Росса. Ну а у нас тактика в 2 пидстопа, другой тактики тут не существует, ну кроме Медиум Хард, наверное, но она прям очень печальная, поэтому едем софта, Медиум Софт, сливаем топливо, я по такой стратегии ехал в АОР, да, классно, ладно. Короче, отбираемся стартовать, надеюсь гонка придет хорошо, передо мной многие стартуют на Медиуме, ну а я стартую на софте. Гэстонни стартует Гран-при Абу-Даби, финальный этап, все срываются с места, такой очень опасный старт, и все это приводит к тому, что у нас в первом повороте, да, сходит Карл Сайенс и выезжает с Эйфи Тикар. Под ним я прохожу просто миллиард болидов, но мне говорят, типа, верните две позиции, я такой, типа, ну ладно, я и так вас нелегально прошел, тогда держите лучше позиции. Пришлось вернуть позиции Грожану и Рикьярда, опутился на четырнадцатую строчку, но уже плюс шесть позиций на старте, это хорошо. По старту у нас Вальтер Ботт стартовал хорошо, сразу же начал отъезжать от двух Феррари, которые начали бороться между собой, но все-таки Леклер по внешней траектории пытался что-то сделать с Феттелем и смог его пройти из-за с Эйфи Тикара. Очень-очень странно все это было. Ну и, собственно говоря, как сошел Сайенс, просто три в ряд они не поместились в веру поворот, и у него не стало переднего левого колеса. Ну и, в принципе, многие стали, знаете, почему-то прозрачными, и да, я там на повторе немного пошалил назад, запустил повтор, как бы ладно. Третий круг, у нас рестарт был в начале этого круга, его я почему-то не показал, но, короче, я на второй зоне ДРС, когда еще не разрешили ДРС, прошел Дэна и вышел на тринадцатую позицию, он был, кстати, на софте. При одной и дальше уже Грожан на комплекте Медиума, с ним нету проблем. На четвертом круге подрубил все, что можно, и из-за аэродинамики, из-за, может быть, более мягкого комплекта напрямую я его смог пройти. Да, пришлось немного приехать с ним бок о бок в Шикане, но все-таки из-за лучшей траектории, из-за того, что я знаю, что тут надо резать бублик, тут я его взял и прошел, и уже поехал за ГАСКИ, который тоже на комплекте Медиума. И на пятом круге он был очень медленный в первых поворотах, я его решил, почему бы его не пройти по внешней траектории, тем более он мне ее оставил. Это торможение по внешней траектории, он был пройден, и я уже на одиннадцатой позиции передо мной Ким Рагнин, который снова на комплекте Медиума. Очень много у нас Медиумов, кстати, но софты у всех в первой десятке, и, кстати, из-за safety car мы подэкономили эти комплекты, так что восемь кругов он проедет без каких-либо проблем. Ну и на пятом круге происходит маневр свиньи, я пролетаю поворот, я, конечно, притормозил, но почему-то мне не сказали вернуть обратно позицию Ким Рагнину, ну а я, как свинья, поехал дальше. То есть, хорошо его нелегально, но Магнитину все-таки позицию вернуть пришлось, так что все равно на шестом круге я его легко прошел, и это было бы то же самое с Ким Рагнином, но так я просто себе сэкономил время на прохождении одного пилота. Вышел на девятую позицию, и на седьмом круге я догнал плотненькую группу, где на хвосте у нее был Ланда Норрис, Нанда Лоррис, да. Он, кстати, начал стримить на Твиче Формулу, и там пройдет даже по катушке с кем-либо, ну и, может быть, удастся когда-нибудь с ним там поучаствовать. Короче, ладно, он был пройден, вышел на восьмую позицию, поехал дальше за Никой Хюлькинбергом. Ну и на восьмом круге я догнал эту, опять-таки, борщуюся группу, где у нас во главе боролся Крестапин и Феттель вроде. Ну и я пользуюсь этим, Никой Хюлькинберг почему-то отвалился от этой группы, и я его легко прошел на зоне ДРС. Там три в ряд аж было, и я на торможении к ним снова опять-таки подъехал. Полетели уже передние крылышки у кого-то, не посмотрел у кого, к сожалению. Но тут снова три в ряд, опять Перес во главе этой группы, потому что у него рейсинг-поинт. Ну и я тут просто чуть ли не прохожу сразу четверых. Я чуть... Если бы я прошел бы Перес, это было бы вообще идеально. Да, у Макса Ферстапина нету части слева переднего крыла. Ну и я прошел сразу троих на одной прямой, вышел на четвертую позицию перед мной уже Серхио Перес. Ну а на этом группе у нас уже пит-стоп дальше, на этом комплекте уже ехать достаточно сложно. Но радует то, что 7 едут на этом комплекте, и 7 на нем сложно даже ботам. И даже боты начинают как-то страдать. Я уже отъехал в Ферстапина, потому что он там начал всех собирать за собой, и просто сделал мне халяву, в виде того, что там достаточно большой зазор позади. Албан поехал дальше, это его ошибка, конечно же, так же как и у Ботаса и Леклера. Они все едут дальше. Ну а у меня пит-стоп, в принципе, 2.7, достаточно быстро. И выезжаю я, к сожалению, позади Переса, но ему ставят софт. Мне ставят медиум, у меня на последний этап, на последний отрезок будет софт. А у него я не знаю, что... Может, Харта оденем, тик знаю. Короче, ладно. У меня комплект более жесткий, но у меня Мерседес намного должен быть быстрее. Ну и сразу же я поехал догонять Переса. Выехали мы на 13-13 строчке, перед нами были Вильямсы. И на этом же круге мы к ним подобрались, Перес начал уже с ними разбираться. Я решил, почему бы сразу всех не пройти, но, типа, охладить свой пыл, я получил первое предупреждение и прошел только кубицу. Ну а передо мной Перес прям уже сидит на заднем бампере Рассела. Думал, сейчас Перес в своем репертуаре будет атаковать Рассела, но решил в своем репертуаре его атаковать я. К сожалению, маневр не удался и пришлось мне проследовать за Расселом и Пересом весь третий сектор, потому что это они ехали так медленно. И я решил, почему бы мне не пройти их по меньшей траектории, тем более они мне ее просто открыли. И, в принципе, это получилось даже. Я прошел Переса, подробил все, что можно, чтобы он не прошел меня снова напрямую. И, в принципе, я уже позади Рассела. Вышел я уже на девятую строчку из-за пистопов других пилотов. Ну и Рассел был вот так вот, да, с флэшбэком, конечно же, пройден, да. Флэшбэк, мастер, класс, найс и все такое. Можете писать в дневные комментарии в комментариях. Ладно, короче, Рассел был пройден. Я вышел на восьмую строчку. Дальше у нас продолжаются пистопы. Я выхожу на позицию под номером пять. Передо мной Джови Наци, который на своем софте едет с самого старта. Ну и у него, кстати, стратегия в один пистоп. У него софт-медиум, скорее всего, будет тактика. Ну а мы смотрим на то, как у нас, к сожалению, выбывает, наверное, изгонки Себастьян Феттель. Просто не влезли они три в ряд в этой шикане. Ну и он потерял колесо. Да. На одиннадцатом круге поставил лучший круг. И догнал уже Джови Наци. Он был таким медленным, он едет все еще дальше. В принципе, по стратегии так и надо. На двенадцатом круге, по идее, у него сейчас будет пистоп с переходом на медиум. Ну и я по внешней траектории его прям очень легко прохожу. Ну да, немного за пределами трассы. Но все-таки обгон совершен, совершен. Так что едем дальше. И вышел я на третью позицию, и дальше я просто ехал до восемнадцатого круга, где у нас не пошли пистопы. У нас заехал на пистоп Ботос, обул себе медиум. Дальше заехал Леклер, который снова обул себе медиум. Ну а я на двадцатом круге заезжаю на пид и обуваю себе софт. И это должно быть весело, потому что, возможно, я за эти оставшиеся восемь кругов смогу догнать Ботоса. Он сейчас проходит последний поворот. Я только меняю себе покрышки. Ну и, в принципе, восемь кругов на то, чтобы догнать где-то секунд так десять, а то и больше. Но для начала надо разобраться с Леклером, который выезжает впереди меня. Но до него еще тоже надо и доехать. В принципе, проблем с этим у меня не было. Я начал просто штамповать адские быстрые сектора сразу же. И на двадцатом третьем круге я догнал Леклера, открыл ДРС, подрубил все, что можно. Но он был достаточно быстр, кстати, напрямую. Я этого не ожидал. Поэтому я выбираю внешнюю траекторию. И да, я немного пролетаю поворот. И решил, что надо как-то срезать. Приехал его очень медленно и в стиле свиньи. Не отдал, конечно же, позицию. Прям, ну, я. Я просто. Ну и дальше мы переносимся на двадцать восьмой круг. Я Ботаса так и не догнала. Леклер от меня, в принципе, не так уж и далеко отвалился. Ну и на этом все. Это был финальный этап членджей в ряде князя Льюиса Хэмилтона на Мерседесе. Приехали мы весь чемпионат по 50% дистанции. Ну и, в принципе, это было очень давно. Я даже половины гонок не помню. Потому что, ну, сейчас уже 31 марта. Я это записываю вот 31 марта. Скорее всего, это выйдет 2 апреля, получается. Ну, а это все записано. Вот, проехал этап. Наверное, где-то в начале, в середине января. Ну, или где-то там в феврале. Не знаю. Короче, это было больше месяца назад. Я ничего не помню. Но самое главное то, что это все закончилось. Никто не смотрел этот члендж. К сожалению, где-то это началось с Бельгии, Венгрии. Откуда-то. Оттуда никто не смотрит у меня этот члендж. Но все-таки я не хотел бросать его на полпути. И решил просто вот так вот все доснимать. И все выложить на канал. Ну, пусть настоящие подписчики, так сказать, посмотрят видео. Да. Короче, ладно. У нас финальные результаты. Финальные гонки. Нашего членджа из глядя князи за Льюиса Хэмилтона на Мерседесе. У нас первый Вальтери Боттус. Второй Льюис Хэмилтон. Дальше Шарли Клэрр, Макс Верстаппинг и Алекс Албан. Макс даже с повреждением приехал четвертый. Дальше у нас Серхио Перест, Ланда Норрис, Ника Хюлькенберг, Лэнс Тролл. И Дэн Рикерра замыкает топ-десятку. Клят, к сожалению, в очки не заехал. У нас два сошедших. Это Себастьян Феттель и Карла Сайнс. Была машина безопасности, которая, ну, можно сказать, повлияла тоже на гонку. Потому что мы подэкономили комплект. Дживенадзе доехал тринадцатый на своей стратегии. И вот так вот я решил показать, что он реально проехал софт-медиум. И да, это было очень медленно, но все же. И по контактам у нас, в принципе, их было достаточно мало. И у нас только Магнус и мы вроде Гасли друг с другом столкнулись на каком-то из кругов. Ну и финальные результаты личного зачета. У нас на финальной гонке есть изменения. Это изменения в виде двух Рено. Никаких, например, проходит своего напарника Дэна Риккярда. Ну а в лидерах вы все прекрасно видели, надеюсь. Ну а в купе конструкторов у нас мы просто его забрали с огромным доминированием. Ну и на этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрели данный челлендж. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok